Здравствуйте! В эфире День города. Марина Романюк на ваших экранах. Смотрите в выпуске. Новейшая техника, гибриды растений и современные корма в Рязанской области проходит агропромышленный фестиваль. Репортаж с полей от Максима Васильева. Надолго ли отступила жара? Ожидать ли дачникам дождей? Расскажет синоптик Дарья Ромашкина. Дневник фестиваля. Небо России 2021 в разгаре. В воздухоплавательную атмосферу погрузимся в ближайшее время. В Александроневском районе стартовал традиционный агропромышленный фестиваль День поля Рязанской области. Сегодня и завтра прямо в поле будут представлены семена перспективных сортов и гибридов. Средства защиты растений, удобрения, корма и лекарственные препараты для животных, сельхозтехника для возделывания, уборки культур и системы защиты растений. Новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почвы и посевов, хранения и переработки продукции. В рамках мероприятия пройдет демонстрация сельскохозяйственной техники. Аграрный сектор – один из ключевых в экономике Рязанской области. Прошло урожай рекордный, этот обещает быть не хуже. И не в последнюю очередь из-за настоящего прорыва в агрохимии. Амячная селитра – традиционная заправка миллиораторов – сегодня уже не гегемон. На рынке есть и более успешные аналоги повышения урожайности. И в региональном правительстве пообещали этот сектор только наращивать. Сегодня мы с гордостью можем говорить, что достигли уровня внесения минеральных подобрений в соответствии с системой земледелия Рязанской области. 120 кг ДВ на гектар. Соответственно, рамка у нас 120-140 написана в системе земледелия. И сейчас пересматривается в соответствии с ограниченными обследованиями. Вот эта необходимость в дальнейшем внесения, увеличения минералки в почве. Смотрим, сколько выносится, сколько необходимо. И все же День поля выставка больше техническая, с гигантскими и не очень образцами. Если на Петербургском экономическом форуме вовсю веселились четырехлапые роботы, то Рязанский палаточный лагерь вот с такими спутниками все больше напоминал кибердеревню. Дополняли образ шашлыки на ковше экскаватора. Десятки лучших компаний Агропрома. Последние достижения в мелиорации и сохранении семенного фонда. Впрочем, День поля в Рязанской области – это не только возможность показать себя и презентовать свою продукцию, но и лучший способ проверить свои силы в конкурсе механизаторов. Кто-то лучше копает, кто-то орошает, а вот этот водитель филигранно работает тракторным крюком. Аккуратно и без помарки. Заключение соглашений – один из ключевых этапов фестиваля. А еще сейчас здесь наступает время всевозможных презентаций и семинаров. Каждый пытается показать себя, хотя, наверное, самое главное оставляет на второй день – к приезду губернатора. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Одна из приоритетных задач ГИБДД – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. По статистике Госавтоинспекции, такие аварии заканчиваются трагически. В целях профилактики таких ДТП сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области совместно с представителями общественных организаций провели в Рязани акцию «Безопасность детства». Прошла она на нерегулируемых переходах. Там краской из баллончика наносили предупреждающие надписи. Теперь на асфальте у перекрестка улиц Свобода и Проезда Щедрина красуется надпись «Возьмите ребенка за руку». И это только один из трафаретов. Сегодня у нас трафареты «Отвлекись от телефона», «Посмотри налево-направо», «Возьми ребенка за руку» и также у нас трафарет «Посмотри на дорогу». Акция проводится уже во второй раз. Правда, если сейчас она проходит вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и общественниками, то годом раньше это была простая инициатива. Лично наша команда проводила акции в центре, в районе Площади Победы, в районе Восковольтной, в районе Дзержинского. И граждане, конечно, очень реагировали позитивно. Они видят то, что стараются о них позаботиться, и на это отвлекаются с большим интересом, энтузиазмом и говорят самое главное спасибо. Теперь все официально. Отвлечься от телефона и взять ребенка за руку перед пешеходником, просят и сотрудники Госавтоинспекции. Их вклад не меньше. На перекресток они приехали со своей краской и трафаретами. Планируем это центр города, потом вблизи образовательных организаций, школ, детских садов. Соответственно, улицы, основные улицы, это вот сегодня мы проводим на улице Свобода, улице Ленина будем проводить эти мероприятия. Задача акции «Безопасность детства» еще раз напомнить как детям, так и родителям, что пешеходный переход – это место повышенной опасности. Эту задачу выполняют инспекторы ГИБДД, молодежка ОНФ и общественный совет отцов. Не лишним будет еще раз напомнить о том, что безопасность превыше всего, потому что дети – это счастье, и счастье надо оберегать. Акция проводится в преддверии учебного года. Продлится остаток июля, август и захватит первые числа сентября. Помимо граффити на переходах, инспекторы ГИБДД проведут и традиционный месячник детской безопасности, который будет посвящен 1 сентября. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Подувший накануне ветер принес легкую облачность и снижение температуры воздуха. Хотя и незначительное, но уже ощутимое. В ближайшие дни станет еще свежее. Дарья Ромашкина, синоптик, рассказывает подробнее. Погода в регионе в ближайшие дни будет неустойчивой. Это связано с близостью атмосферных фронтов Южного циклона. Кратковременные дожди ожидаются, но больше на юге области. Прогнозируется порывистый ветер. Температурный фон будет немного пониженным на 1-3 градуса. 22 июля ночью 11-16 градусов, днем 21-26. 23 июля ночью 8-13, днем воздух прогреется до 22-27. 24 июля 9-14 градусов, ночью 20-25 днем. С воскресенья погоду начнет определять антициклон. Установится сухая безоблачная погода с относительно прохладной температурой по ночам. От 7 до 12 градусов. А вот днем воздух снова начнет прогреваться. 25 июля плюс 21-26, ну а в понедельник уже 24-29 со знаком плюс. Аномальные температуры в течение июля держатся по всей стране. Возможно, антициклон завис над Россией надолго. И после пары дней небольшой климатической передышки все вернется на круги своя. А значит, аномальный зной будет испытывать нас и дальше. При этом ситуацию ученые сравнивают с тем, что было летом 2010 года. По мнению экспертов, сейчас развитие происходит по аналогичному сценарию. На данный момент многие, даже любители классического климатического лета, устали от зноя. И хотя бы недолгое понижение температуры воспринимается как передышка. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». «Небо России-2021». Фестиваль, впервые проведенный 31 год назад. 15-й Кубок России по воздухоплавательному спорту. Вчера стартовала спортивная часть фестиваля. Несмотря на погодные условия, отмену торжественной церемонии открытия, фестиваль начался красиво и атмосферно. Суета, знакомая каждому, кто хотя бы однажды окунулся в мир воздухоплавания. Предполетные брифинги в этом году проходят при строгом соблюдении противоэпидемиологических мер. Время диктует свои правила, но неизменными остаются некоторые вещи. Красота движения аэростатов в воздухе, любовь людей к волшебным воздушным шарам и вдохновение, которое пилоты из года в год испытывают перед каждым, даже если это в тысячный раз полетом. Самое старейшее воздухоплавательное мероприятие в нашей стране, которое 31 год тому назад еще в Советском Союзе. Поднимите мне руку, кто в Советском Союзе имел пилотское удостоверение польского образца. Несмотря на непростое время, спорт остается спортом, и азарт никуда не пропал. В спортивной нашей жизни никаких изменений нет, слава богу. В нашей повседневной жизни некоторые есть ограничения. И это больше связано даже не со спортом, а в принципе с тем, что мы, к сожалению, не можем поделиться со всеми горожанами, гостями города красивыми стартами с черты города. Надеюсь, что в следующем году, когда мы все будем здоровы, живы и счастливы, мы все это дело опять сделаем. Кубок России для спортсменов-воздухоплавателей – это второй рейтинговый чемпионат и своеобразная подготовка к чемпионату Европы, который состоится в сентябре в Венгрии. Мы приехали, потусовались на поле, посмотрели друг на друга, посмотрели состояние оболочек, в общем, номера, спортивные правила, пообнимались, потрещали, маркера побросали. Спорт, наконец-то, спорт для воздухоплавателей. Итак, генеральный брифинг подошел к концу, правила разъяснены, география полетов определена, и пилоты, представители СМИ, а также зрители отправляются в поле. То, что у нас сейчас малоподвижный фронт, и то, что у нас туча и осадки не уйдут никуда до 19 часов 40 минут. Предположительно. Предположительно, да. Короче, да, суть такая, то, что пока находимся под дождем, но настрой открыть мероприятие есть. Вот, понимаю то, что некоторые с дороги и немногие хотят летать, но одновременно с этим сделать два задания при штиле на наших полях – все реально, возможно. Состоится очередной полет или нет, всегда диктует погода. На этот раз фронт все же благоприятствовал. Дополнительный брифинг, определена точка креста, два задания и контрольное время. А дальше каждый сам за себя. Пилоты в поисках наиболее удачной для взлета точки колесят по полю в обозначенном радиусе. Команды работают быстро и слаженно, ведь время ограничено. И вот, один за одним, разноцветные шары поднимаются в небо. Наблюдать за тем, как точно попадают пилоты маркерами в так называемый крест, собралось немало зрителей. Зрелище действительно забавное. Владимир Ермаков, пилот в третьем поколении, представляет в соревнованиях Рязанскую область и, кажется, с первым заданием справляется успешно. После судьи замеряют результаты. Это девятый, один метр, двадцать шесть сантиметров. Все пролетело как мгновение, но мгновение прекрасное, которое навсегда запомнится присутствующим красками очередного июльского заката и улетающими в облака силуэтами воздушных шаров. И это только начало фестиваля. Самые интересные и красивые полеты впереди. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Больше новостей на нашем сайте, а также в социальных сетях телекомпании. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова